С Верой в спорт И это стало причиной его приезда в город Киров Валерий Алексеевич, первый вопрос к Вам Итак, что же Вас в Киров привело? Меня привел звонок моего доброго товарища Андрея Юрьевича Каманина И нашего тоже доброго товарища Который, по большому счету, заинтересован был тем, что мы начали развивать А начали мы развивать методически, на наш взгляд, правильный подход К развитию детского футбола, в частности, мини-футбола Потому что лично я считаю, это давнее-давнее мое убеждение Поскольку в этом виде сворта я больше 20 лет Что ребенок должен расти вместе с мячом и площадкой Ребенок должен постигать азы футбола, начиная с детства С маленьким мячом, с маленьким пространством ограниченным На котором он должен принимать решение за дефицит времени Понимаете? То есть постоянное сопротивление в условиях ограниченного пространства Дает рост мастерства Это не то, что аксиома, это абсолютно доказанная вещь Да, и мини-футбол это ограниченное пространство Это как раз таки совершенно верно, потому что площадка меньше Принимать решение нужно быстрее Конечно, быстрее принимать решение И по мере того, как ребенок растет, он становится еще и помимо спортивной какой-то своей ипостаси Он становится еще и достаточно гораздо в принятии решений помимо спорта Он хорошо начинает учиться, поверьте мне То есть он начинает решать, щелкать задачки, которые остальные могут, прошу прощения, тормозить в решении И проверено уже годами, что очень частое, периодически правильное использование вот таких методик тренировочных Оно действительно влияет на развитие ребенка Ну и, соответственно, причина тому именно развития Мы хотим здесь, мы хотим здесь Вообще мы открываем в разных регионах наши филиалы Мы создаем федеральную сеть правильно методических подобранных школ И Киров стал одним из городов, поскольку здесь наши друзья Одним из городов, в котором мы хотим это дело развивать В каких городах уже открыты филиалы? Владимир, Ижевск на подходе, Калининград, Красноярск Это города, где очень-очень близко будет открытие Фактически открыт во Владимире И в Москве у нас есть град московский Мы там провели уже мастер-класс, там очень хорошая школа С достаточно такими продвинутыми преподавателями Которые безумно заинтересовались вот именно этой стратегией развития детей Потому что это очень интересно Не скажу, что это что-то новое в методике общего образования ребенка через спорт Обычно наоборот Обычно в спорт приходят дети, которых дома готовят к какой-то жизни родители Каким-то образом им говорят с детства о том, что нужно вот эти три кубика сложить таким образом Чтобы была достаточно понятная история И смотрят, если ребенок складывает, значит, вам можно отдавать спорт У нас наоборот Или чтобы время занять, как это было в мое время, например Или, на мой взгляд, мне кажется, что у нас через спорт действительно мы можем повлиять На общую историю с образованием ребенка И с образованием, и с физической подготовкой, и со здоровьем нации, наверное, в целом Ну, это само собой Это даже по умолчанию Если ребенок в спорте, то, конечно Как я поняла Буквально одно за другим подразделения по всей России УЭС открываются То есть сейчас задача стоит на расширение филиалов Задача стоит, знаете, какая? Задача стоит не сильно дальше гнать лошадей вперед с точки зрения количества А задача, значит, обратить внимание уже на качество Потому что что такое каждый новый филиал? Это люди живые, это тренеры, это кураторы филиалов Тренеров мы приглашаем на стажировку в Москву То есть местных тренеров? Местные будут приезжать, да, первая стажировка состоится в октябре после 14-го числа Вот на базе спортивного клуба нашего И тренеры получат несколько часов лекции Ответят на вопросы, потому что нам очень интересно знать Для чего они делают то или иное упражнение Они же уже получили какую-то категорию У них есть какая-то квалификация Мы послушаем, посмотрим и, возможно, сертифицируем Именно для работы по нашей методике Здесь, в Кирове, вы уже познакомились с кандидатами? Да, да Расскажите о вашем впечатлении Ну, оно, оно, я же, я несколько часов в городе Вот, оно очень положительное, потому что я увидел Вообще мы говорили на одном языке, мне очень понравилось Вот, я был представлен нескольким специалистом И мы говорили на одном языке, мне очень понравилось Вот, это впечатление первое, оно, как правило, меня не обманывает То есть должно все быть хорошо Если позвольте, несколько слов о самой Академии Аркадия Белого Когда она существует, когда образовалась Академия Аркадия Белого образовалась в июне месяце Точнее, задумана она была в марте этого года А если говорить вообще о стратегических замыслах Я вам уже сказал, что я больше 20 лет в мини-футболе Вот, 11 лет я возглавлял Академию Дина Одной из самых успешных детских академий страны Которая стала неоднократным чемпионом России и так далее Параллельно Аркадий Львович Белый играл в мини-футбол Заслуженным мастером спорта, стал чемпионом Европы Один из самых наших ярких нападающих И звезда европейского мини-футбола Каждый из нас, не то что работал на кого-то или там на себя Ну, конечно, в качестве футбольной карьеры Аркадий нанизывал успехи на свой имидж Я работал в Дине, работал в Спартаке в мини-футбольном Параллельно являюсь скаутом Академии Черенкова Большого Спартака футбольного Мне все время нравилось искать А главное, находить и раскрывать талант детей На которых мало кто обратил внимания И, поверьте, это получалось Вот это действительно Это, знаете, если ты перемываешь породу Попадается бриллиант, ты его сразу видишь Да, да, самородки Нет, ты сразу видишь А если это какая-то, допустим, всего лишь какой-то нарост на камушке Который может быть еще нужно разглядеть Вот эту штуку находишь, когда ты ее огранишь Когда ты сделаешь все по-человечески То выходит наверх достаточно хороший, мастер хорошего уровня Вот у меня 60 выпускников Академии Дина Играют сейчас в Суперлиге Чемпионата России по мини-футболу и в Высшей лиге Вот, поэтому мы в марте задумали Что давай мы это сделаем теперь вместе Весь опыт, который мы наработали годами В Дине, годами его выступлений за сборную национальную и так далее То есть это опыт колоссальный В том числе и подсказки в методических каких-то вещах Вот мои какие-то там собственные наработки Авторские какие-то вещи И мы решили соединить вот в этом Потому что ничего другого мы правильным не считаем Вот ничего другого Как тренируют по, скажем так, по общепринятой методике Когда маленьким детям дают большие мячи Сразу пятерку Ну, пятерка, вы понимаете, это мяч футбольный современный Который прыгает Его и в зал дают им для тренировок А ребенку 4 или 5 лет Он начинает как тележку перед собой этот мяч катить Вот, то есть это нет А мы даем тренировочке на тренировку на первые же мячи единичку Размером единичку Потому что, как я сказал, дитё должно расти вместе с мячом И с площадочкой с маленькой Вы очень много говорите о правильной методике О стратегии развития Правильной стратегии развития Помимо вот этой вот концепции О том, что ребенок должен расти вместе с мячом И с площадкой Какие еще основные какие-то базовые принципы приема Вы в это закладываете? Вы знаете Мне кажется, что каждому возрасту Соответствует Свой методический подход То есть общий постулат Да, должен расти ребенок с мячом и площадкой Но нельзя не обращать внимания на психофизические способности ребенка Если он где-то отстает Мы обязательно должны подключать Помимо мини-футбола шашки Именно шашки? Шашки-блиц, конечно Почему вы объясните? Потому что он должен принимать решение Он хочет выиграть Мы должны для того, чтобы каким-то образом его мотивировать Мы должны подключать единоборство без подножек и удушений на матике То есть обычно одной антропологии Дети не начинают бороться Просто исключительно Ну, назовем это греко-римской борьбой Вот Значит, дальше Мы просим детей Особенно если у них не получается что-то в завершающей стадии Если они никак не могут попасть в воротики и так далее Вот мы просим их кидать мячи руками Баскетбольное кольцо Дома часами Купите кольцо ребенку Да что это недорого И пусть попадает Это потому что ребенок должен совершенно четко отслеживать мысль То есть то, что у него в голове инструмент Да, мяч, рука И цель Все Это кольцо И как только он дома будет попадать 10 из 10 в это кольцо Он на площадке ножкой будет забивать то же самое То есть есть методические фишки Которые мы применяем для того, чтобы ребенка подтянуть в том или ином направлении Его развития Да, то есть вы спросили меня о том, какие еще мы закладываем То есть это индивидуальный подход к тому, как ребенок сегодня выглядит на тренировке Или там на площадке, в игре и так далее Алексей Ильич, насколько я понимаю, что все эти дисциплины дополнительные Они так или иначе тоже будут тренерами привноситься в работу с ДСМИ То есть тренер, который будет заниматься в Академии с детьми Он будет владеть и шашками, и некоторыми навыками баскетбола Ну что здесь такого? Чем любой физически развитый человек, этим он должен владеть Теортически, да Нет, ну при чем здесь тренер, римская борьба Детки, когда борются, они борются, начиная с 3 лет В садике начинают бороться уже Причем в самом естественном образе Да, просто тренер должен ограничить их желание поставить подножку и так далее Здесь важна единоборство Здесь важна физическая сила одного и ловкость одного И умение второго сопротивляться И может быть за счет ловкости вывернуться И наоборот положить на лопаточку другого То есть это очень интересная история Это делается перед тренировкой Потом дети выходят настолько мотивированными на площадку Причем если ты вчера проиграл и сегодня выиграл Они примерно одинаковые Там у них редко каждый будет класть другого постоянно Вот, поэтому подобные вещи, они мотивируют Мало кто применяет это в методике своей Мало кто Вот я раскрыл сейчас ее всем заинтересованным людям Замечательная методика, да, это очень заряжает Мы с вами не сказали, с какого возраста в академию можно поступить ребятами Вы знаете, я, например, сторонник того, чтобы в академию приходили Или дети, начиная с шести лет Когда они начинают реагировать адекватно на команды тренера Они начинают улавливать нюансы в его, скажем так, управленческих речах каких-то То есть они начинают понимать суть не наказания, скажем так А суть поощрения, да, и суть... Ценность этого все Назовем это какой-то ответственностью, да Вот, то есть лет с шести Потому что сейчас многие начинают... Мы видим объявление Минифутбол с трех лет Это все развивающие игры на координацию Это можно назвать и минифутболом, и легкоатлетикой И шашкой Я не знаю, можно или нет Я, честно говоря, не педагог дошкольного образования Но мне нравится ребенок, который приходит в шесть лет, вот, координированный И он меня внимательно слушает и делает то, что ему говорят Вот, очень нравится вот такое занятие А на какие-то возрастные группы еще будут делиться, ребята? Да, конечно Мы хотим создать пояс из... в каждом регионе пояс из пяти-шести коммерческих групп Вопрос коммерческий, абсолютно точно, как во всем мире Да, из пяти-шести коммерческих групп, возрастов, точнее Пять-шесть, семь-восемь, девять-десять, одиннадцать-двенадцать Возможно, тринадцать, возможно, это переходный возраст у мальчиков В основном, когда очень четко видно, что из человека может получиться У него открываются периферические какие-то там моменты, связанные с восприятием мира Вот, и в четырнадцать лет он же совершенно точно Если он выбрал для себя футбол и он подходит Мы создаем бесплатную группу, которая будет заниматься на подушечке из этих вот платников Которая внизу работает бесплатная группа И она участвует в соревнованиях всероссийского масштаба Наряду с другими регионами мы устраиваем такие вот соревнования Лучшие мальчики приглашаются в Москву в интернат Только мальчики? Вы знаете, ну, пока был опыт работы вот с мальчиками Я бы, конечно, очень хотел, чтобы девчонки занимались Потому что я видел, как они играют Допустим, вот в том же самом московском, о котором я говорил Это город Московский, недалеко от Москвы Там я привел на мастер-класс девчонок, которые играют за сборную России Сейчас по мини-футболу Они безумно любят детей Дети безумно любят, когда девочки руководят Особенно первоклассники, там, вот, шести-семилетние Им очень нравятся девчонки-тренеры И когда они увидели, как они владеют мячом, вот, они там встали, втроем просто пожонглировали Мяч в воздухе подержали, там, каждая, там, сделала то, что она может, там, всякие, там, рабоны Прочие вещи, там, по воротам побили Поставили инструктора Мужчину в ворота Вот они его там загнали С этим мячом в ворот Дети были в полном восторге И я давным-давно говорил о том, что девочки-тренеры Это замечательно совершенно Да, но у нас в Кирове хорошо развит, на мой взгляд, женский футбол Наши девчонки Ну, если развит Мы с Андреем Юрьевичем тогда подыщем Обязательно девочек Для того, чтобы они занимались именно вот На уровне дошколят и первоклассников Ну, что по себе, помню, всегда хотелось тоже с мальчишками мяч погонять Вот, иногда даже брали Что очень приятно Будет ли какой-то специальный отбор для ребят? Нет, поскольку история коммерческая На первом этапе, конечно, будут приниматься все Вот, потом, когда пойдут игры, турниры и так далее Естественно, что будет естественный отсев Он будет связан с тем, что родители Это уже из практики моей Вот родители, дети которых не будут попадать в состав Вот, они будут говорить, что мы Вы нам оказываете услугу Мы вам ее оплачиваем Но развитие этой услуги мы не видим дальше Мы не играем Мы не играем Вот Естественно, грамотный тренер скажет Растите дальше, пожалуйста, занимайтесь Можно сделать второй состав Там еще какой-то состав Если вы хотите Если ребенок хочет играть в футбол Зачем его этот футбол уйти? Ну, как правило, родители таких детей уводят Потому что им не хочется платить За то, что ребенок не растет А так, по большому счету, в программе развития существуют и тренировки, и турниры, и матчи Если это все соблюдается, то родители совершенно спокойно идут с нами на сотрудничество И мы работаем до, как я сказал, до 13-14 лет, когда заканчиваются все платные дела И начинается футбол Уже работа Другой Да, другой Другого формата Вы сегодня, насколько мне известно, путешествовали по городу, по спортивным площадкам, спортивным объектам Какой вывод вы сделали именно о состоянии инфраструктуры футбольной и мини-футбольной в Кирове? Вывод о мини-футбольной структуре я сделал не очень хороший Потому что, допустим, для детей младшего возраста у нас есть прогресс для того, чтобы они здесь занимались У нас есть еще одна площадочка с небольшим залом, на которой мы побывали И, по большому счету, для ребят старше 11 лет, для 12-летних, есть только одно место, где можно заниматься Мы были в этом зале Но в том случае, если сарафанное радио, радио «Эхо Москвы» и прочие средства массовой информации сделают так, что детей будет много То мы будем испытывать большой дефицит в площадках Так, и действия? Действия, не знаю Дефицит это хорошо, потому что он провоцирует на какое-то развитие Будем, да, будем стучать во все двери для того, чтобы обновить инфраструктуру городскую Потому что есть большое желание и у Андрея Юрьевича Каманина, и у его хороших знакомых все-таки инфраструктуру расширить Конечно, это необходимо просто Кирову сейчас Филотфо вроде бы начинает расширяться по некоторым направлениям, но, к сожалению, не по всем Поэтому вот такой дополнительный стимул, я думаю, что Кирову будет исключительно во благо Да, еще одно, чего мы не коснулись Дело в том, что у детишек и у родителей, которые следят за их карьерой, должна быть какая-то цель Вот четко помимо переезда в Москву, поедет ребенок в 14 лет, не поедет в 14 лет Должен быть выход наверх какой-то, должна быть мечта И в Кирове должна появиться команда высшей лиги Для того, чтобы команда высшей лиги в Кирове появилась, достаточно приложить, на мой взгляд, не так много усилий Дело в том, что футбольные команды, которые здесь существовали, в частности, Динамо и так далее Имели бюджет, насколько я знаю, на Эхо Москвы можно говорить, 30-40 миллионов рублей Вот, примерно, для того, чтобы существовать, существовать, не выступать нормально, а существовать 30-40 миллионов рублей в год Это зарплата, площадка, работа, трениров Это перелеты, это насчет аренды, не знаю, они на своем стадионе играли Это, больше всего, это зарплата игроков и перелеты, питание, проживание Ну и какая-то амуниция, да, минимальная Да, это ерунда, все это фактически особо не составляет сложности Тем более, если есть технический спонсор какой-то Вот, поэтому создать команду высшей лиги по мини-футболу Здесь, на которую будут ходить люди И в регионе, где нет в виде спорта высших достижений, нет ни одной команды Более-менее такой, кроме Родины Киров, которая играет в хоккей с мячом Вот, то есть, было бы очень здорово получить в любимом виде спорта Таким, как футбол, пусть это будет мини-футбол Команду, которая будет достаточно неплохо выступать, я надеюсь, в чемпионате России по высшей лиге Не по суперлиге, бюджет суперлиги, там для того, чтобы более-менее зацепиться Там миллионов 60-70 нужно А у высшей? А у высшей 15-20 вполне, вполне могут То есть, команда с бюджетом в 15-20 может даже выиграть высшую лигу Потому что основные затраты на зарплату более-менее хороших игроков Которых можно сюда то же самое привезти, хотя бы там троих-четверых Для того, чтобы они были ядром кристаллизации таким Вот, и, собственно говоря, не такие уж длинные и перелеты Если смотреть, в какую зону попасть, если в зоне восток Потому что чемпионат по высшей лиге, он разделен на две зоны Запад и восток Запад, Москва, Липецк, там все, что около Москвы Есть Уфа, есть что-то еще такое, вот куда вот Но здесь, как бы, для Кирова в эту сторону, в сторону Москвы Все, как бы, удобно, вот В ту ничего практически, кроме Уфа Да, сложно Все, да Нет, я говорю, что не такие большие затраты на перелет Валерий Алексеевич, мы с вами прекрасно понимаем, что Любые затраты для бюджета, в частности, дотационного региона Такого, как Кировская область, это все равно весомый аргумент В решении вопроса за или против Скажите, пожалуйста, как вы считаете, все-таки По современным тенденциям, кто должен обеспечивать этот бюджет? То есть, это областной? Категорически нет Или спонсоры? Это должно быть не то, что спонсоры Это может быть какое-то небедное предприятие, которое хотело бы, может быть, заявить о себе И как раз-таки убрать этот вот депрессняк от, скажем так, от работающих там в три смены людей, в две смены и так далее Они должны, в конце концов, иметь какую-то отдушину еще Многие любят спорт, многие смотрят футбол по телевизору и так далее Почему бы не сходить в выходной? И гордиться одной командой Да Почему бы нет? Поэтому предприятия, такие как Маяк или какой-то еще из крупных, которые меня сегодня называли Они вполне могут себе позволить содержать На мой взгляд, я не знаю их бюджетов Бюджет и теоретически возможно Да, да, вот Дальше Полностью сокращаются средства на содержание собственной арены, если договориться с Вятским государственным университетом Потому что зал там хороший и можно объединить абсолютно точно Даже название можно сделать такое, да, там, из названия предприятия или спонсора И название университета, двойное такая практика существует Получается, что университет, как бы, имеет свою команду Предоставляет только площадку, не платя за перелеты А здесь, наоборот, ты платишь там перелет в зарплату Но бюджет сокращен за счет того, что ты не будешь арендовать Прекрасная схема Да, потому что если ты арендуешь площадку еще собственную Это большие расходы достаточно Дополнительно большие деньги Да, да, потому что матч, допустим, он длится с учетом подготовки команд, разминки, приезда и так далее Обычно 4 часа держат Две тренировки Нет, тренировки тренироваться можно в другом месте Я сейчас говорю про официальные матчи И если аренда стоит там, как в нормальных спортсооружениях, 3-4 тысячи в час То это, по большому счету, достаточно накладно для бюджета Тогда давайте разберемся с таким вопросом Что все-таки должно быть первичное? Яйцо или курица? То есть сначала команда должна показать результат Или сначала не должен появиться бюджет? Я думаю, что все начинается с бюджета Все начинается с идеи Все начинается с желания создать команду Потом формируется под это желание как некая сумма Для того, чтобы команда существовала А потом начинается набор футболистов, заявка То есть технические процессы Которые обеспечивают участие этой команды здесь Параллельно идет реклама о том, что у нас появилась эта команда Зовутся люди Идут выставочные матчи Какие-то приглашаются Я буду способствовать всячески этому Я сюда привезу сборную России Чемпионов Европы 1999 года На товарищеские игры Я так по Владимире открыл филиал И повел туда сборную России Я сам был в тот момент при старшей этой сборной Вот и чемпионат Европы мы выиграли Поэтому все ребята мои друзья И никто никогда не отказывает В таких мероприятиях Чудесно Тогда скажите, пожалуйста, по срокам Примерно определено ли, когда Академия начнет работу в Кирове? Да, ну мы вот опять же Планируем, знаете как Если я сейчас скажу И мы не запустимся Это будет плохо Мы планируем Мы планируем Мы планируем Что может быть в середине октября Мы скажем уже друг другу да Вот мы стартуем И тогда мы наметим дату официального открытия Потому что официальное открытие Мы вас пригласим обязательно Официальное открытие Оно в каждом городе Практически проводится по одному и тому же шаблону На шаблону красивому То есть мы приглашаем и средства массовой информации Мы делаем шарики, баннеры Музыку, ведущего Можно Дипеопол позвать Но они не приедут Мне не приедут А я уже обрадовалась Тогда что-нибудь Другой коллектив наверняка поедет Мы уже можем объявить о том Чтобы готовились ребята Те, кто хочет заниматься имени-футболом На таком высоком профессиональном уровне Чтобы они уже начинали подготовку Морально Да, конечно Вы можете объявить, что Академия Аркадия Белого Открывает филиал в городе Киров И приглашает всех желающих Заниматься мини-футболом Под нашим присмотром Под присмотром людей Отдавших этому виду спорта За 20 То и больше лет То есть Кто хочет стать действительно Футболистом хорошим Мне кажется, что Неплохо бы у нас начать Этим заниматься В нашей группе ВКонтакте В группе ВКонтакте Радиостанции Эхомосква в Кирове И на сайте Эхокирова.ру Там, где будет выложена эта программа Уже сегодня вечером Видео и аудиоформат Обязательно будет ссылка На более подробную информацию О том, где, как будет действовать Академия Здесь, в городе Кирове Где получить более подробную информацию Отлично Да, и мне бы еще очень хотелось Заострить внимание На перспективах То есть перспективы у мини-футбола в Кирове Есть, на ваш взгляд Да, конечно И буквально каждый мальчишка Пока о мальчишках говорим все-таки Каждый мальчишка может стать Звездой мини-футбола Да, и, как вы сказали Все-таки величайшая цель Это переехать в Москву Да, и получить там постоянную работу Быть востребованным Быть звездой Да, но вместе с тем И развивать мини-футбол Здесь, в Кировской области Конечно, конечно Для меня, потому что Как жителя города Кирова Да, и я очень люблю этот город И я очень хочу, чтобы он развивался Для меня вот именно эта цель Развития футбола здесь, в Кирове Является важнейшей Да, мне очень хочется, чтобы так случилось И сейчас, на самом деле Многие, кто приходит в эту студию Говорят, что вот мы сейчас создадим команду Команду мечты Которая будет играть в высшие лиги В суперлиги По многим направлениям так говорят И мне очень хочется, чтобы именно мини-футбол Был в числе лидеров здесь Такие у нас гонки, получается, да? Кто сейчас первый сделает команду Ну, посмотрим, попробуем Попробуем Все, что от нас зависит Мы, конечно, сделаем Поможем Да, Валерий Алексеевич У нас с вами осталось совсем немного времени Буквально 4-5 минуточек Очень хотелось бы еще о вас поговорить О вашем выборе Насколько я знаю, вы начинали с футбола Вы сами играли в футбольной команде в Латвии Если не ошибаюсь Расскажите, как вы пришли к этому выбору Какой мотив был у вас Как пример для тех ребят Я вам сейчас расскажу, вы не поверите Когда я начал заниматься футболом Я родился в Сочи Закончил там футбольную школу У нас Я играл полузащитника Лео И у нас не было никакого интереса Носиться по флангу Там, в общем, мы выполняем задания тренера Те, которые он, так сказать От нас требовал И Больше удовольствия, чем играть На асфальтированной баскетбольной площадке Забивая мяч Вот в эти стойки щитов Внизу Или делать следующее упражнение Мы с товарищем Я обычно заходил за ним И мы километра три, наверное, шли Это Лазаревское Это курортное местечко Вот, где мы родились И мы шли к стадиону С маленьким резиновым мячом Опять же, с маленьким С маленьким мячом Прошу обращать внимание на детали Маленький мяч Это было Он у нас был все время В ногах И мы Особенно в пасмурную погоду Когда много людей на улице Мы шли По тротуару Перепасовываясь Причем стараясь Передать друг другу мяч Чтобы он прошел между ног У человека, который идет Причем они идут на ходу И если проходят два Вот он идет Пара идет Мужчина и женщина Он, наверное, ворчали на вас Нас не замечают Ну, кто там замечает Мы в пятом, шестом классе И вот мы проходили У нас был счет 64-65 В его пользу Или в мою пользу И так далее Мы там на всяких шалобанах И так далее Но это было практически ежедневно Мы сходили с ума От всевозможных Сами себе придумали упражнения Такие Что начинает ложиться Вот в эту самую методику Да, да Вот И фактически мы действительно Были техничными игроками Достаточно Вот И я понимал Что это все Из-за того Что мы работаем С маленьким мячом И вот на этом самом Ограниченном пространстве Тротуар Там люди Надо было выждать паузу Пока они синхронно шагнут Пока они идут в разнобой Ты держишь мяч Держишь Как только ты видишь Что пространство Чуть-чуть увеличилось И попадаешь Это было С измеряем силы удара Это было замечательно Конечно, да Не, ну друг другу Мы передавали Вот И После этого Я настолько Я даже домой приходил И говорил Дома Мама Почему не существует Вида спорта Такого Минифутбол Вот там бы Я клянусь Совершенно Ты говорил В седьмом классе Я сейчас лишь помню Вот Потом в Риге Я играл Большой футбол И В Тбилиси В восемь седьмом году Каким-то образом Случился Минифутбольный турнир Первый Всесоюзный Минифутбольный турнир С бортами играли Приехали Ириванский Арарат Тбилисская Динамо Батумская Динамо Еще несколько Несколько команд Они в Чибаку Значит И Я поехал за Долгаву За Рижскую Вот Играть туда Мы проиграли всем Поскольку южные команды Тогда были в порядке Вот Я два все-таки забил Тогда из четырех Что наша команда забила И После этого турнира Я тогда подумал Что этому виду спорта Точно быть Потому что Я таких людей там встретил Которые просто Там настолько люди Горели Люди Нет Не то что горели Они настолько творили Вот Для меня С мечом Вещи Не познанные мной Там правильные Абсолютно Они так открывались Хорошо То есть все это было На ограниченном пространстве И все это И я понял Что я абсолютно прав Если вот Это пойдет дальше И это станет Делом моей жизни А потом это случилось Так Минифутбол стал официальным Видом спорта Здесь Я мгновенно пришел Мгновенно Дали вы были Пресс-аташи Насколько я понимаю Сборной России Дины Да Много лет После чего Вот мы играли Чемпионат Европы С Диной Межконгентальные кубки Выигрывали Кубки европейских чемпионов Вот Ну а потом Мне предложили Поскольку Мы создали академию Детскую Я был совершенно готов Тем более я Игровик Вот Мне попросили ее возглавить И все И понеслась Будем ждать мастер-класс От вас на открытии Ну нет Там есть Есть более 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 великие Имя В академии Аркадия Белого Поэтому Пусть показывает мастер-класс То есть мы можем ждать Что он сам приедет Конечно Конечно Сюда приедет Абсолютно точно Если я позову Приедет Замечательно Итак Все ждем Окончание осины То есть примерно Через полтора Два месяца Как мы предполагаем Как мы ожидаем Академия Аркадия Белого Начнет свою работу Здесь в Кирове Хотелось бы раньше Хотелось бы раньше Мы тоже к этому готовим Мы тоже этого ждем На этом программу Сфера спорт Объявляем Завершенный Закрытый На данный момент Сегодня у меня в гостях Был Валерий Чумаченко Генеральный директор Академии Аркадия Белого Который большую часть Своей жизни Посвятил меню футболу И готов теперь нам Эти знания Передать Нашим детям Спасибо большое Валерий Алексеевич Очень рада была С вами познакомиться И ждем вас Теперь уже на открытии Сюда Спасибо, что позвали До новых встреч Всего доброго С верой в спорт